здравствуйте дорогие гости зрители подписчики моего канала канала обзор на незазорно я рада вас приветствовать и благодарю всех тех кто уже подписался на мой канал и прошу тех кто еще не подписался скорее подписываться на мой канал с тем чтобы в курсе моих новых выпусков и огромное спасибо всем тем кто просматривает мои ролики до конца ну и ставит лайки это тоже очень приятно спасибо вам огромное ну а мы с вами переходим к влогам семьи колесниковых их очередной ролик видеоролик начинается с того что нам показывают что настя и анжелика сидят на диване но как они сидят это в другой вопрос настя сидит на подлокотнике положим ногу на ногу ну более-менее прилично и сидит играется с телефоном телефоне что-то ищет анжелика полу лежит на диване закинула ногу на ногу ноги у нее на диване тоже и очень некрасиво все это выглядит очень некрасиво и так я вам показываю со стороны ног я подумала как будто в руках у нее что есть мне подумалось что она играет тоже с телефоном но нет потом когда подошли сбоку оператор которым была света в этот раз это подошла поближе и увидели что анжелики в руках ничего нет на просто лежала замерев о очень некрасиво и мне просто непонятно неужели нельзя было это дело вырезать на монтаже ведь цвета взрослый человек мама этих девочек она монтирует это но неужели нельзя было вырезать анжелика еще и в юбке ой кошмар короче говоря очень некрасиво но колесниковыми это понимаю нужен контент и анжелика плюс ко всему прочему сидит еще на диване так пару полу разлегшись в зимней меховой шапке ушанки симпатичная такая шапка меховая симпатичная и тут же света рассказывает что старую шапку анжелики мальчики в школе выкинули в мусорный контейнер это что же надо было сделать чтобы кому-то захотелось тебя сорвать шапку и выкинуть это же как она разозлил этих мальчиков или у них такие игры своеобразные я не знаю кто чью шапку в какой мусорный контейнер выкинет потом они видимо стали эту шапку искать света на говорит так они ее не нашли и новую так и не купили поэтому анжелика ходит в этой шапке в которой вот она сейчас сидит на диване за трав ноги выше чем надо мне интересно вот если бы они нашли бы эту шапку в мусорном контейнере неужели анжелика ее надела бы ей туда и дорога в тот мусорный контейнер уже там пусть и остается даже если бы ее там нашли бы в этом контейнере снова туда выбросить и забыть об этой шапке нас это говорит вот такую сейчас может просто интересно откуда она взяла эту шапку шапку на самом деле вроде как неплохая анжелике видно она не особо нравилась то ли василёк прислал эту шапку то ли что ну анжела особо ее не довольна этой шапкой но уносит пока видимо купят новую хотя колесникова и купят новую это две большие разницы не знаю наверно к следующему дню рождения иначе никак ведь дети у них обновки я так понимаю имеют 1 сентября когда государство выплачивает какие-то деньги на это дело выдает или к дню рождения третьего не дано виталина в юбке и в брюках юбка гипюровая черная такая симпатичная я бы сказала даже она весенне-летняя и в брюках я такое еще не видела причем брюки не по фигурке а вот брюки такие обыкновенные широкие брюки очень интересно одет ребенок ну и лёша всех везет как раз до автобусной остановки а почему всех потому что света едет тоже света нет анализы сдавать у неё там с 8 до 9 прием анализа в поликлинике ну а детей за одну и в школу отвезет на улице очень темно очень темно и мерзлый снег или что там лёд сметает лёша с машины крайне темно я вот подумала если бы свете не надо было ехать сдавать анализы неужели дети пошли по этой вот темноте сами на остановку да пусть недалеко пусть автобусной остановки ну блин это же надо дойти это темноте надо идти кошмар какой-то думаю бедные дети не уходят еще темно приходит уже темно в каком-то из своих логов я уже говорил о том что дети ночами ходят и родители это никоим образом не волнует зима ведь темнеет рано и светает поздно я не знаю как вообще куда смотрят родители ох дальше нам показывают свету которая плутает блуждает по городу и рассуждает ей надо в одной поликлинике сдать анализ потом из другой поликлиники забрать результаты другого анализа и потом оказалось что надо вообще центральную районную больницу и она идет и рассуждает вот сколько может быть центральных районных больниц в городе наверное предполагается это несколько так как поликлиник тоже несколько в городе правда интересная логика короче кое-как ей прохожие подсказали где находится это црб кое-как она ее нашла за дворками какими-то за домами где-то нашла куда тропинку где-то отыскала сквозь какой-то забор пролезла в общем кое-как она нашла это дело я так понимаю все у нее там хорошо благополучно закончилась сдала она все что надо взяла все результаты какие надо и пошла до остановку так она сказала нам что она пойдет на автобусную остановку с тем чтобы ехать домой но вдруг смотрю что съемки дороги света ведет и из машины а никак не из автобуса и подумал неужели лёша ее подобрал на приехал дом боже что с лёшей да правильно мои догадки подтвердились света говорит что вот папа нас забрал меня меня забрал молодец лёша туда отвез забрал что с ним случилось помнится на прошлый раз он только туда отвез и назад сказал сама добирайся как знаешь вот детей почему-то они не забрали со школы хотя в принципе могли бы ничего не произошло бы с детьми если бы их забрали чуть раньше чем надо зато они в темноте не ходили бы света забежала еще в магазин успела забирать купила гречку сметану кетчуп хлеб и картошку говорит моркови нет но я так понимаю попозже еще и морковку тут же показывают нам дари ну которая рядом с большой такой вот коробкой коробка на столе д appeals на рядом с этой коробкой уже стоит и коробка уже открыта цвета говорит вот нам прислали коробку а видно что я уже открывали эту коробку уже то есть там уже была дарина можно так сказать до grow я знаю что там там семена но открывает они снова эту коробку действительно там семена наверху в пакетиках света Это говорит огромное спасибо своей дарительнице, зрительнице-дарительнице. А чуть ниже, основная масса этой посылки, это и объем и масса, это пакет с конфетами. Огромный пакет с хорошими конфетами, я так понимаю. Не карамельки, не леденцы, не стекляшки. Такие серьезные конфетки, шоколадные, какие-то батончики какие-то. В общем, всякие разные. Ну и Дарина говорит, это нам, Света говорит, ну да, мол, это вам. Дарина, можно мне одну? Я так понимаю, это уже не первая, которая пойдет Дарине. Света говорит, ну конечно, удивительно, как же принцип делиться со всеми, всем, что у тебя есть. Почему тогда не дождаться всех детей? Тем более, Света, ты открыла эту коробку, ты увидела штамм, кроме семян, ну по весу было понятно, что семена не могут весить 2-3 килограмма, правда? Ты увидела эти конфеты, почему ты не закрыла коробку, не подожгла всех детей? Вот почему? Ведь если делиться, то делиться со всеми и делиться честно. Всем делиться. А не так, сейчас Дарина пока дома на поезд, сколько поезд, 1-2-3 конфеты утащит, точно. Если не больше. А дальше уже остальным будем делиться поровну. О, нет справедливости. Нет, не было и вряд ли уже и будет. Света нам рассказывает, что Дарину она записала к педиатру через пару дней, там, послезавтра что ли. А почему записала? Потому что у Дарины была температура, оказывается. Нам говорили, что у нее у кого из детей нет температуры. И Дарина болела, и вообще у нее аллергия на мед была. Сейчас вот вроде щечки красные. Короче говоря, Дарину надо посмотреть. Что, как. Она, в принципе, сейчас не болеет, но так для общего успокоения надо. Я вот думаю, а только Дарину? А Виталина, которая не дышит практически носом? А Максим, у которого зрение? И вообще, да вот там вообще у всех детей, вот кого не тронь, везде все больные. Анжелику врачу вообще не надо показать. Первым делом, конечно, Анжелику показала бы педиатру. И не только педиатру. О, что и говорить. А Настя? Неужели Насте не надо к врачу? Всем надо. И гораздо более срочно, чем Дарине. Но нет, мы ведем врачу только Дарину. Вот так все устроено в семье Колесниковых. Вот такой вот у меня получился обзор влога в семье Колесниковых. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И встретимся в комментариях. Всем пока-пока.